Экономика всюду, даже на вашей талии. Ученые высшей школы экономики нашли связь между уровнем зарплаты и лишним весом. Вывод вообще-то противоречит устоявшимся представлениям. Оказалось, более высокие заработки ведут к лишнему весу, особенно у мужчин. У женщин наоборот, ниже доход, больше вес. Стройнит их уровень образования и здоровый гормональный фон. Отдельная история – частные компании на конкурентных рынках. Многие владельцы бизнеса и топ-менеджеры ведут активный образ жизни и поощряют к этому своих сотрудников. Но их пока не так много в стране, таких компаний, чтобы они смогли изменить тренд. Таким образом, если вдруг у среднестатистического россияния случится прибавка к зарплате, он эту прибавку скорее потратит на еду или на вещи, чем на здоровый образ жизни. При этом, по данным наших Минздрава и Минспорта, физкультурой у нас занимается почти 35% населения. А скольких вообще касается проблема лишнего веса? У Минздрава и Всемирной организации здравоохранения разные ответы на этот вопрос. ВОЗ утверждает не менее 58%, Минздрав – 48% максимум. Однако российское ведомство признает, что за последние 15 лет россияне значительно прибавили в весе. От болезни и снижения производительности, которым приводят проблемы с весом, экономика недополучает почти 5% того, что могла бы получить. Считается, что чем выше благосостояние страны, тем меньшую часть своего дохода средний житель тратит на провиант, то есть просто на еду, направляя деньги на образование, отдых или развлечение. Так, экономический рост Южной Кореи сократил расходы жителей страны на еду с 30% в далеком уже 1975 году до 13% сейчас. Китайская семья тратит на еду порядка 25% своих доходов. В Хабаровском крае порядка третий, причем на селе эта доля выше, чем в городе. И дело не только в развитости общепита, а и в возможностях разнообразить досуг, поработать и в других факторах. Плюс у нас традиционно своеобразное финансовое поведение сограждан с чахлым, так скажем, достатком, вне зависимости от того, где они живут. Пример. В сложной экономической ситуации их потребительская активность начинает расти, хотя казалось бы логичнее наоборот. Пример опять же свежий. Июльские траты домохозяйств. Люди со средними доходами сократили их больше, чем на 2,5%, с высокими на 1,5%, а вот группа с низкими доходами в июле повысила свою потребительскую активность почти на 4%. Видимо, общество еще не до конца разобралось с понятиями «бережливый» и «жадный» и верит в то, что успех можно купить. Экономика всюду. Следим и участвуем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok